14 января народ нашей страны отметил 32-ю годовщину создания Вооруженных сил Республики Узбекистан и День защитников Родины. Как сказал в праздничном поздравлении военнослужащим президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мерзьёев, мы можем уверенно сказать, что во всех успехах и достижениях на пути строительства нового Узбекистана есть большой вклад наших вооруженных сил, тысяч военнослужащих, достойно исполняющих свой долг. В центре нашего внимания и впредь будет находиться повышение боевого духа наших храбрых и отважных воинов, являющихся главной силой национальной армии, воспитание в них стойкости и умение преодолевать любые испытания. Сегодня защитники Родины – это символ мужества, стойкости, преданности и интересам своего народа, молодого, независимого государства. Накануне праздничной даты во всех уголках страны были проведены различные тематические мероприятия, в том числе несколько спортивных состязаний были организованы и в Алмалыке. 11 января на базе военизированной военной части, дислоцированной в Алмалыке, состоялся финал республиканского турнира по гиревому спорту. В состязаниях самых сильных приняли участие шесть команд из разных регионов страны. По итогам состязаний команда воинской части Алмалыка заняла почетное третье место. Второе – у команды Новоийской области, первое – у сборной Кашкадаринской области. В этот же день прошли соревнования по мини-футболу, футболу, в беге и подтягиванию на турнике. В этих состязаниях приняли участие спортсмены трех команд – двух воинской части и одна, представляющая медную обогатительную фабрику АГМК. Также накануне Дня защитников Родины спортивный турнир был проведен и среди сотрудников ведомственной военизированной охраны и команд внутренних охранных служб Рудоуправления Кальмакыр и Управления промышленного железнодорожного транспорта. По семь человек от каждой команды состязались в соревнованиях по мини-футболу, а также в подтягивании на турнике и в беге на двух дистанциях – на 100 метров и 3 километра. Вот такие быстрые, сильные, ловкие и выносливые мужчины трудятся в подразделениях Алмалыгского горно-металлургического комбината.